Дорогие друзья, мы здесь еще в Германии. Это наш последний вечер. Солнце идет на закат, хотя и очень красиво, морозно на улице. Мы сделали прогулку, молитвенную прогулку. В лесу молились за многих людей, за наши детей, за себя, за служение. Вы знаете, мысль такая пришла в голову, что у Бога нет лицеприятия. Никакой нации, никакому народу, но всякому, кто ищет Господа Бог, открывается. Я верю, что для каждой страны, для каждого народа, для каждого континента Бог приготовил свой удел, свою благодать, свою милость. И смотря на все, что Бог созидает сегодня в мире, хочется сказать, мы ждем пробуждения. Мы ждем, когда Господь прикоснется к своей общине, в первую очередь, к своему телу, где мы зажжемся Духом Святым, страстью спасать, познавать Бога, спасать людей, служить людям. И на самом деле, я вот сегодня, идя в молитве, я понимаю, что центральной темой любого послания, которое мы делаем, должно быть Ишуа. Как Рав Шилл говорит, Ишуа, причем развитый, я забываю прошлое, иду к тому месту, где могу говорить о Боге, как Боге, который спас меня, умер в Многогорском кресте. Это для евреев, это ересь такая, это то, что называется, юродством проповеди. Для новых людей крест — это поношение, это унижение, это несерьезность. Но я понимаю, что когда мы говорим о страданиях Мессии, когда мы говорим о том, что Мессия сделала для нас, что Он искупил нас, Он послан был для нас, и это должно быть всегда центром. Центром, где Дух Святой происходит, где Дух Святой меняет наши сердца, что только у подножья колокольского креста мы находим утешение, милость, благость, терпение даже в самом деле, его переносим в трудности, его переносим в тяжести. Где-то мы знаем, что у этого креста есть наша надежда и утешение. Тогда проповедь Евангелия будет в силе. Я верю в это. И еще раз, еще раз убеждаю, что для любого служения, какие бы оно ни было — церковным, либо это мессианская община, молодежной, детским служением, тюремным служением или реабилитацией — мы не можем планировать просто программы. Программы еврейской музыки и танцев, программы еврейской дискуссии и клубов. Да, действительно, мы это должны делать, но если мы просто делаем ради клубов, ради поговорить, пообщаться и не будет центричности в мессии, тогда у нас есть большая-большая проблема. Проблема силы Божьей. Потому что только она открывается через юрорство проповеди, через безумие, то, что произошло на кресте, приходит наша свобода. Для евреев это важно. И я думаю, что это центр должно быть любого служения, как еврейского, так и христианского. Я верю, что это непростая была поездка для нас по Польше и Германии. Мы были благословены служить в разных местах, мы были благословены быть в еврейско-мессианской общине города Штутгарда. И мы видели, как Бог работает, действует. И по сравнению с тем, что мы видели раньше, мы видим много немцев, открытых в мессианском служении. Мы видели, как иранские верующие, которые в вешу о мессии, обнаруживают свои еврейские корни, присоединяются к служению, которое начиналось нашими людьми, которые эмигрировали в Германию. Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Штутгарде у нашего дорогого друга, хорошего, любимого и давно жаждущего такого встречи с нами, мы с ним, Ефим Цепенюк. И это прекрасная, прекрасная община. Здесь в Штутгарде делают свою работу. Мы буквально 17 лет назад на одном из ритридов, который был в Одессе, мы молились, благословляли и благословляли. Зои, Зоечки нет сейчас, а мы еще с ней встретимся. И благословим, чтобы успешно было служение. И уже 15,5 лет здесь, в Штутгарде, находится еврейская мессианская община. Слава Богу. Аллилуйя. Что еще можно сказать? И мы благодарны, благодарим Тебя, Господи, за МГБИ, где мы учились, где мы возрастали и благословляли нас. У нас было замечательное время, эти годы учебы. И мы всегда с благодарностью вспоминаем о годах учебы, о том, как мы служили, как мы учились, как мы общались. И это действительно было огромным благословением от Господа. Есть этому и есть плод. И я верю, что это должно продолжаться, должно двигаться вперед. Верю, что для нас у каждого есть то время, где мы служим и должны служить. И я верю, что Бог положил тебе на сердце. Битесчон, скажи, что Бог тебе на сердце положил. Я вам добрый день, дорогая община. Гуден таг, liebe Gemeinde. Аллилуйя. Для меня большая радость быть вместе с вами. Для меня большая радость быть вместе с вами. Он наш Бог. Он наш Бог. Он здесь для нас. Он здесь для нас. Он любит грешить. Всему свое время я верю в пробуждение. Я готов служить дальше, готов двигаться дальше. Я готов исполняться Духом Святым и действовать, как Бог хочет, чтобы мы действовали. И я говорю вам, присоединяйтесь в страсти, с верой, с стремлением видеть Бога и знать Бога. К каждому служению. Пускай Бог даст нам силы дойти до конца. Сделать наш тот выбор, который мы сделали раньше и утвердить его. Я верю, что эта поездка важная была для нас и для общины. Я благодарю всем тем, кто не просто просматривает этот дневник, а также тем, кто молится или молились за нас. Мы увидимся завтра с вами уже в Одессе. Пускай Бог благословит всех вас. И те, кто смотрит нас в разных концах мира, пускай также Бог благословляет вас там, где вы находитесь, где вы были. И я очень рад, что у нас есть друзья по всему миру. Пускай Бог благословит всех вас.